Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня будем сажать красоту. Прошлое видео было у нас про сорта баклажанов, а в этом видео я хочу рассказать о прекрасной гербере. Производитель биотехника. Семена, сразу скажу, не дешевые, очень даже. Но купить, посадить и вырастить самим эту красоту, ну вот, просто рекомендую. Это не стоит этих денег, когда видишь, что такое очень красивое растение, компактное, приносит много позитивных эмоций, положительных, радует. Вообще я планировала ее вырастить к 8 марта, как в прошлом году. В прошлом году я ее вырастила, и мы подарили учительнице нашей. Ей очень понравилось, она была в восторге. Это очень милое растение. Вот такую я выращивала, желтенькую. Этот, ну, сорт, наверное, да, не написано, что гибрид. Эта гербера отличается тем, что она компактная, низкорослая, цветоносы у нее коротенькие. Смотрится вживую, вот, бесподобно. Конечно, не было у меня вот на одном пустике столько цветочков, я не смогла достигнуть такого результата. Но даже один-два цветка создают впечатление неизгладимое. Это я вам точно говорю. Компактное, яркое растение, идеально для маленьких горшков, но красиво в клумбах тоже смотрится. Цветочки действительно крупные, 10 сантиметров, несмотря на то, что растение компактное. Это единственная гербера, которая зацветает через 3 месяца после посева. С подсветкой можно выращивать и в зимний период. В домашних условиях растет, как комнатное растение. Я еще свою фитолампу не включала, никакими посадками не занималась. Алисума вегетативная у меня стоит в спальне, без подсветки, бедненький. Но вот сегодня я посажу герберу и включу уже, наконец-то откроется сезон голубых, голубовато-фиолетово-розовых окон. Многие окна будут светиться таким необычным цветом. В общем, как я буду ее сажать, давайте вместе посадим, если кому интересно. Тут у меня гавршевская подставочка такая для телефона, удобненькая. Спасибо гавршу за презент. Для посадки я рекомендую использовать торфяные таблетки. Почему? Мы посадить можем и в грунт. Просто насыпать в контейнерок нужный или в горшочек земли и посадить по поверхности. Семена разложить. Но я люблю выращивать и петунии, и все другие цветы на торфяных таблетках. Потому что это мне очень сильно облегчает уход, а именно полив. Таблеточки стоят, я вот без опаски между ними лью, они напитываются и грунт влажный. А если мы будем выращивать в грунте, нужно будет аккуратненько поливать, чтобы не дай бог не смыло семена в сторону. И мы их вообще совсем тогда потеряем. Так что будем выращивать на торфяных таблетках. Так, берем, ну где-то 36 таблеточки диаметр. Здесь у нас 5 штук одного сорта. Вот такая будет розовенькая. Вот такая двухцветная. И вот такая желтенькая. Итак, я раскладываю таблетки. Так, у меня здесь раз, два, три, четыре. Четыре будет. Вот так, что-то крупноватые таблетки я взяла. Они у меня не входят в микропорник. Так, можно взять и посеять на одну торфяную таблетку несколько штучек. Потому что результат у меня был в прошлом году не стопроцентный. Я это, конечно, принимаю, потому что это капризное, это живое растение. Поэтому не всегда может быть схожий стопроцентный. Это никто не может гарантировать. Как человек и выращивающий растения, и продающий. Когда-то на рознице сейчас, на опте, да, занимаемся этим. И когда ты уже такой грамотный в этом плане, ты уже понимаешь, что стопроцентного результата никогда не может быть. И это не виноват там производитель в том, что какая-то невсхожесть появляется. Так, ладно. Теперь я это все заливаю кипяточком. Но не прям, чтобы кипяток был, потому что контейнер у меня тогда поплавится. Ну вот и ждем. Сейчас таблетки у нас поднимутся. Поднимаются они моментально, да, как мы видим. Вот. Напитываются. И мы должны дать маленько подостыть им. Чтобы на горячее не раскладывать. Так, маленько подразрываем оболочку, если она нам мешает, перекрываем все аккуратненько. Раскладываем, чтобы сильно... Вообще, очень интересно, я вот в прошлом году наблюдала, как герберы начинают наклевываться семечка. Она так как бы сбоку, как книжечка, раз, открывается и появляются как бы два листика. Вот если кто с ребятишками хочет выращивать, посадите, посмотрите, совсем по-другому, чем какие-то либо цветочки. Я прям в прошлом году, если кто, конечно, постоянно мой блог смотрит, то они уже в прошлом году видели, как это у меня происходило. Так. Сейчас прям секунду я ополосну. Пальцы. Неприятно будет раскладывать. Так, все, я возвращаюсь, я здесь. Я с вами. Начнем с желтенькой. В общем, в один контейнер у меня получается три сорта. Три вида. Называется, кстати, это гербера Color Bloom. Color Bloom, да. А уже расцветки, вот, это, например, Yellow Dark Eye. Расцветки уже начинают по-другому делать название. Вообще, гербера горшечная Color Bloom. Достаем в пакет. Вот эти семечки. Это семена, они обработаны составом специальным. Так, на что-то рекомендую положить белый листик. При посадке, потому что. И вот так, прям на поверхность я кладу семечку. Вот, посмотрите. Вот она на поверхности лежит. Вот, 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 вот. Вот она. Вот. И мы ее не углубляем. Вот слегка вот прижали накатком, чтобы она как бы в углублении была, но не глубоко. И сверху мы ее закапывать не будем. Вот так и поступаем со всеми семенами. Аккуратненько. Может быть, в этом году у меня получится лучше. Потому что все-таки в прошлом году это было у нас первый раз. У девчонок, у нас девчонки на работе брали, у них тоже не получилось. Ну, как бы, не совсем. Так. Не взошла. Ну, потом, я подарила потом девочке с работы уже готовую цветущую. Все-таки не хочу, чтобы расстраивались наши цветоводы. А всегда радовались. Так, желтенькую мы уже посадили. Теперь мы будем оранжево-желтую сажать. Это у нас называется Orange, Yellow, Bicolet. Bicolet. Вообще, я очень соскучилась по ведению блога. Уже прошел Новый год. Я вас всех поздравляю с прошедшим Новым годом. Сегодня я записываю это видео. Сегодня у нас старый Новый год. И все можно будет убирать в елки. Мы еще не убрали. У нас очень красивая елочка. Поэтому как-то еще не хочется. А, и мы ждем, когда откроются пункты приема елок. У нас елка натуральная. И нужно будет дождаться, где будет пункт приема елочек. Так, все. Так, вот это у меня что-то легло глубоковато. Мне надо открыть. Потом уже, когда проклюнется, мы можем присыпать сверху. Или подкоребнуть здесь в боку торфотаблетки. Так, вторую мы тоже посадили. И осталось у нас Cherry Light Eye. А, еще я хочу, чтобы не запутаться, отрежу-ка я уголочек вот так с цветком, чтобы было видно, какой цвет. И воткну его сюда, рядышком с таблеточкой. Либо можно подписать. Но я не приготовила никаких липочек. Обычно я липки беру такие, этикеточные. Чтобы раз и приклеила. Так, обязательно я подпишу, когда я посадила, чтобы вести наблюдение по схожести. Здесь сзади пакета я всегда подписываю, когда посадка у меня была. это веду наблюдение и уже могу ориентироваться, когда и что у нас. Когда взошло, через какое время. Кстати, прорастает она довольно быстро. Где-то в течение недельки она у меня взошла. Я даже не ожидала, что так быстро. Так, первая. здесь у меня будет одна мелкая семечка, другая крупная. Я их на одну положу. В общем, у меня каждого сорта получилось, что на большой тарфа таблетки две семечки. Потому что вероятность схожести есть. Так, все, друзья, мы посадили. Так, сейчас я откажу. цветочек. Так, отрежу цветочек. Подпишу я потом уже за кадром. Вот так у нас получилось с вами, да? Теперь мы обязательно, обязательно, я большинство растений так выращиваю, томаты тоже обязательно либо мешочком контейнер закрываем, либо вот такой крышечкой. Специально покупаем микроконтейнеры. вот такие мини-контейнеры. Использую их использовать можно неоднократно. Это вот контейнер. В прошлом году у меня здесь были петуньи, вот даже липки остались. Все, мы закрыли крышечкой, поставили на теплый подоконник. Вот у меня между лоджией и балконом он здесь. если это не теплый подоконник, то подселите что-нибудь, пенопласт какой-то, ну, чтобы растению холод снизу не подходил, чтобы всегда было в комфортных условиях. Когда выращиваю растение, всегда думаем, как для себя, как нам приятно, чтобы было тепло, влажно, и тогда мы хорошо себя чувствуем, и все хорошо растет. и цветочкам, и овощам в принципе тоже нужно благоприятные условия, просто необходимые. Тогда будет хорошо все развиваться. Ставим на подоконник, ставим фитолампу, устанавливаем, обязательно делаем досветку. Сейчас очень пасмурно, у меня даже и днем. Бывает круглосуточно у меня включена лампа, я потом уже там регулирую. В прошлом году прям круглыми сутками у меня фитолампа горела. Потом я уже регулировала и выключала ее на ночь. В общем все, ждем прорастания, наверное в коротких видео я буду показывать как развивается. Вам спасибо, что были со мной, что вам было интересно посмотреть. Если несложно, поставьте лайк, это будет как обратная связь и поощрение для меня, я вам буду очень-очень благодарна. Я вас всех люблю, всех вас жду в новом видео. Будем встречаться с вами, надо подумать, о чем его снять. Ну, или напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, что мне показать в первую очередь. Ну, и на этом все, мои дорогие. До встречи в следующем видео. Ваша оля. Оля. Оля.